Друзья, мы продолжаем наши беседы с Ильей Кусой. Новый год, 2 января. И мы затронем такую тему, как прогнозы на этот год уже. Потому что Украинский институт будущего подготовил свой традиционный большой прогноз на 2021 год. И Илья там выписал большой кусок по международке. И мы пройдемся по ключевым вызовам, ключевым проблемам. Тенденциям, я это так назвал. Ну давай, давай пройдемся по ключевым тенденциям и будем по ходу дискутировать. Ну я там, в общем-то, мне когда я писал прогноз, я заметил, ну как, мы пишем прогноз на следующий год, но в общем-то там у меня всегда начинается часть с глобальных трендов. То есть именно на глобальном уровне. Но они, конечно, существенно не меняются, потому что обычно глобальные тренды, они не про один год или полгода, они там надолго, в принципе. И еще в прошлом году, когда мы делали прогноз на 2020 год, мы в принципе, ну я писал, что мы наблюдаем в мире, во-первых, то, что сейчас происходит в мире, это по сути кризис старого мирового порядка, либерального, который был сформирован после Второй мировой, обновлен после 91-го, когда разрушился Советский Союз, и биполярная система перестала быть биполярной, и стала на какой-то момент однополярной, когда Штаты стали единственным гегемоном, но не смогли с этим справиться. И сейчас мы переходим к системе хаотичной, многополярной однозначно, учитывая подъем Китая, Турции, Индии, всех многих других стран на региональном, на глобальном уровне. И, в общем-то, ну и плюс коронавирусная пандемия 2020 года, она, конечно, внесла свои коррективы. В целом, я не считаю, что поменялись эти тренды, просто пандемия, она породила несколько новых вводных. О каких трендах идет речь? Я выделил пять в моем прогнозе. Первое, то есть тренды, тенденции, которые мы будем видеть в 2021 году, вот на глобальном уровне, вот в целом. Первое, это социальная радикализация. То есть, что имеется в виду? Пандемия у нас привела к чему? Все начали вводить карантин, закрываться, людей, значит, закрывали по домам, транспорт останавливался, предприятия закрывались или работали удаленно или на вынос, ну, а в многих случаях закрывались, ну, весной, по крайней мере, все же вообще были на локдауне. Из-за этого многие люди теряли работу, кто-то уходил в бессрочные отпуска, плюс определенный дискомфорт в связи с тем, что надо было сидеть просто дома круглые сутки. Ну, это там кому-то, ну, кому-то, может, нормально было, кому-то не очень. Очень разные бывают люди. И, в общем-то, все это привело к тому, что все это привело к реальному всплеску, ну, именно социального неудовлетворения. Причем во многих странах. По разным причинам. Но везде был один и тот же тренд, что люди радикализовались. То есть, их, как бы, вот это вот, ну, прослеживалось, весь 2020 год прослеживалась серьезная фрустрация очень большого процента населения. Что в Британии, в Штатах, что в Украине, что на Ближнем Востоке или в Азии, это везде было, просто были разные причины. Плюс социальная, то есть, происходила радикализация, по сути, социальных, социальных протестов, которые либо уже существовали в этой стране, либо там появились новые какие-то. Но в основном радикализовались, особенно в тех странах, где уже существовали какие-то проблемы. Ну, в Украине, в принципе, это, Украина не стала исключением. У нас были свои протесты, как бы, ну, назовем их ковид-диссидентов, да, ну, потому что это, как бы, такая отдельная категория граждан появилась. Она появилась весной-летом, когда, ну, в конце первого локдауна, когда заговорили, там, где-то в летом, когда появились разговоры о том, что второй локдаун могут вести, появилась вот группа, как процент людей, которые выступали против, принципиально против локдаунов. И, в общем-то, в Украине тоже были протесты и предпринимателей, которые много чего потеряли, не хотели опять закрытия экономики. Местных элит. Местных элит, которые раскачивали просто лодку, там, ну, просто людей, которые не хотели карантина, просто людей, которые не верили в коронавирус, до сих пор такие есть, в общем-то. И, ну, плюс на это все наслаивались уже существующая фрустрация фопов, там, кого у нас еще, там, ну, среднего класса, там, просто людей, которые, там, в этом году особенно, у них были серьезные, ну, потеря доходов, ну, и так далее. Все наши вот эти вот проблемы. Поэтому социальная радикализация, мне кажется, в 21-м году продолжится. Вакцинация не поможет до конца, потому что, во-первых, она займет целый год, пока пройдет вакцинация нормально. Да мы еще не знаем, как она пройдет. В каждой стране это же нужно организовать этот процесс, это нужно привести вакцину, ее сохранить, ее распространить, так, чтобы был, с одной стороны, справедливый доступ и свободный людей к вакцине, с другой стороны, нормальные, адекватные цены. Кого будут вакцинировать, когда, при каких условиях можно, ну, то есть там очень целый набор факторов, который не позволяет говорить о том, что вакцинация станет вот все, сейчас проведут вакцину и все, все успокоится, как будто было до 2020. Более того, вакцинация ставит вопрос по поводу усиления контроля со стороны государства и государственных институтов, поскольку во многих странах это наталкивается на сопротивление, и возникают закономерные вопросы, насколько далеко может зайти государство в установлении контроля над гражданами, потому что совершенно очевидно, что вот в этой ситуации коронакризиса, это один из главных итогов 2020 года и восходящих таких трендов, 2021 на последующие годы, это то, что после того, как нам там долгие годы говорили о том, что корпорации там вот уже все там опутали, там да, и государство умирает, там и так далее, мы как раз увидели сейчас ситуацию, когда государство получили новые возможности в связи с тем, что... И запрос, и запрос, да, и этот запрос, этот запрос уложился на страхе людей, которые породила пандемия, и как следствие государства получили реальную возможность и этой возможностью воспользовались, просто там, где государства были уже сильными, там типа Германии, там да, то это расширение влияния, оно произошло вот в управляемом процессе, как бы ключи, а там, где государство было слабое, как Ливан, там да, мы видим большую, большие системные проблемы, мы видим, по сути, коллапс государства, и это имеет, ну, серьезные последствия, там, для таких государств, куда входит в том числе и Украина, потому что Украина, она выбрала путь, ну, скажем так, относительного ничего не делывания, там, и незамечания вот этого права, то есть мы ведем себя абсолютно так, как будто ничего серьезного не происходит, образ жизни не меняется. Мы ведем себя как Ливан, вот я описывал много раз, это просто у нас не такая запущенная ситуация в финансах и в экономике, как в Ливане, единственная разница, все. То есть социальная радикализация и фрустрация вот всех процессов, она, это тренд однозначный, в том, из-за пандемии, то есть это вот усиливает. Второй тренд, я о нем уже частично сказал, это то, что я назвал идеологический рассинхрон, о чем я говорю, потому что это об идеологии. Опять же, пандемия подняла, в чем ее особенность была? В том, что, ты об этом говорил, что этот кризис, коронакризис, это, ну, пожалуй, первый за, ну, не там в истории, но за много лет, десятилетий, который выходит за рамки экономической логики. То есть он вообще не про экономику, финансы, про вот это, он больше про жизни людей, про социалку, про медицину, про образование даже в некотором смысле, не про уровень грамотности людей. Ну, что и уровень вызова, это уровень второй мировой войны. Да, да, да. И в чем особенность? Пандемия подняла очень много вопросов морально-этического характера, которые раньше, ну, так остро не поднимались. И, как оказалось, многие государственные, ну, многие политические системы, особенно в западных странах, ну, где развитый капитализм, они не приспособлены решать эти вопросы. Ну, капитализм, в принципе, не должен решать этот вопрос, да, то есть этики, ну, при чем здесь этика, как бы капитализм? Ну, про накапливание капитала, богатство, ну, все. То есть там нету места всяким вопросам, связанным со справедливостью, там, мораль, вот там, справедливое распределение, там, благ или свободный доступ, правный доступ всех к, там, базовым услугам, медицинским, ну, то есть это не об этом. И, ну, поэтому, собственно, неспособность вот этих систем отвечать на вопросы этики, которые возникли у многих людей, кого спасать, кого не спасать первым. Кто имеет доступ к медицинским услугам, кто не имеет доступ, как помочь бедным, ну, вот эти, да, то есть как, как... Откуда брать ресурсы на то, чтобы поддерживать бизнес, который фактически коллапсирует из-за локдауна. Да, 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 как коммуницировать с людьми, с протестующими, которые из-за коронавируса, а коронавирус, это же, по сути, чувство, ну, это же иррационально. У многих людей, когда возникло вот это, особенно весной, когда было, ну, все же напуганные были весной. Ну, было непонятно, что это. Да и сейчас непонятно, но сейчас просто не так напуганы, потому что все забили. Ну, в Украине все забили, там, из-за, в общем-то, из-за реакции самого государства никакой. Поэтому и люди никак не реагируют. Но весной, когда все были напуганы, вот этот риск внезапной смерти от непонятной болезни, он же ввел очень много иррационального в уже существующие, например, протесты. Многие протесты, они лишились рационального верна. То есть, они стали вот просто вот протестом против всего. Вливание это очень ярко видно, потому что вливание протестующие, у них даже требования были непонятные. То есть, они выходили на улицы вот против всего. Вот нас все задолбало, все. И коронавирус, он, знаешь, он был как вот нечто, нечто, ты вот боишься чего-то, но ты не знаешь чего. Вот что-то такое, вот страх перед неизведанным. И единственная твоя возможность как-то выразить свои вот эти чувства, это выйти на протест. Вообще, это же год не только коронавируса, а год протестов. Потому что в прошлом году было аномальное количество протестов вообще по всем континентам. Что в Штатах, то есть в развитых государствах, что в бедных государствах, там Африки, Азии, Ближнего Востока. Поэтому очень многое начало раскалываться по идеологическим линиям. То есть у нас же же коронавирус, кстати, у нас же вопрос коронавируса, у нас и в Штатах особенно, и в Британии, там во Франции, он же стал идеологическим. Ну, в том числе с подачей политиков, но тем не менее. Сегодня же в Штатах, например, это очень четко поделилось. То есть те, кто демократы ассоциировались с Байденом, Байденом это идеями ужесточить локдаун, карантин, всех спасти, всех меньшинств, все должны иметь равные права и доступ к медицине. А Трамп начал ассоциироваться с идеями открыть экономику, коронавирус это не так страшно и плохо, ну, то есть такой ковид-скепсис. И во многих странах это действительно начало раскалываться по идеологическим линиям. И это, конечно, дополнительно дало негативный эффект в виде вот этого идеологического рассинхрона, когда у тебя общество раскалывается по идеологическому отношению к коронавирусу. То есть люди вот просто, для них это как лакмусовая бумажка, типа там ты за локдаун, значит все, ты там левак, либерал и так далее. Вот это тоже очень интересный такой тренд, который в 21 году продолжится именно из-за кампании по вакцинации, потому что вакцинация это же тоже неоднозначный достаточно процесс. Ну вот в Украине же, насколько я знаю, у нас до сих пор неоднозначно даже к вакцинации от кори относятся. Да и вообще к вакцинам в целом. Ну, кстати, не только в Украине, потому что в Европе тоже очень неоднозначное отношение к вакцинации, потому что возникает вопрос, что нам будут колоть, зачем будут колоть. А в данном случае неизвестно, что это вообще, потому что эти же вакцины, ну то есть до сих пор же мало что известно об инфекции. Ну, то есть немного известно, и сейчас же очень много возникает, конспирологических теорий на этот счет, что это может, начиная от заговора Билла Гейтса, заканчивая всякими. Более того, ведь есть уже действительно озвучены серьезные изменения в подходах к тому же самому туризму, передвижению людей на глобальном уровне, когда говорят о том, что появится вот этот паспорт биологический, или как там его назвать, где будут отмечены все вакцины. Исходя из вакцинации, наличие либо отсутствие вакцинации, человек либо сможет передвигаться свободно по миру, либо нет. То есть это реально будет реализовано, в этом нет никаких сомнений. И опять-таки в многих странах задаются вопросом, ну а насколько вообще это закономерно, потому что получается, что с одной стороны у человека есть выбор, я не хочу вакцинироваться, а с другой стороны... Тебе создают условия, при которых ты должен... Если ты хочешь летать на Бали, либо ты хочешь постоянно участвовать в каких-то научных конференциях, либо бизнес там каких-то конференциях, там ездить на Довоз, то в Довоз, точнее говоря, то ты не сможешь это делать. Я думаю, что в Британии была дискуссия, которая по-моему продолжается до сих пор, я в ноябре, в декабре читал статьи, ограничивать ли права людей, которые не вакцинируются. То есть идет дискуссия до такой степени, то есть применять ли способ ограничения в правах конституционных тем, кто не захочет вакцинироваться. Ну, в Британии пока не пришли к единому мнению. Есть те, кто выступают за, есть те, кто выступают против, но это вот... Поэтому мы говорим о втором тренде как именно идеологическом, потому что это будет идеологическая борьба, ну очень серьезная, я считаю, не только в двадцать первом году. Третий тренд это политическая поляризация. Ну здесь, в принципе, много объяснять не надо, я его расписывал как, ну как, когда происходит какой-то кризис, потрясение, в внутренней политике начинаются качели. Власть обычно, ну особенно если не имеет ответов на вопросы общества, а в Украине, например, не имели у нас особо ответов, и в многих странах тоже, тем более что кризис же был беспрецедентным, обычно пытается, ну каким-то образом сбросить токсичность, спихнуть все на кого-то другого, или пытаться найти виновного среди там, ну в общем, короче... У соседей. У соседей, у пятой колонны, у кого-то не так, ну в общем, короче... Необходим образ иного, чужого, который там... Да, который во всем виноват, но не мы, да, вот так сложились обстоятельства. Китайцы. Да, ну вот Китай, ну то есть все, короче, я думаю, что украинцам все это понятно, мы живем здесь, у нас здесь много всяких было наслушано оправданий. Оппозиция со своей стороны пытается, конечно же, ну, улучив момент, это же момент, можно покритиковать правительство. И это же уникальный момент, потому что, ну, рецепта же нет успешного борьбы с коронавирусом, все же проходят как в первый раз, по сути, ну плюс-минус. Соответственно, ну это же вообще благодатная почва, можно все что угодно сказать, и скажу, все плохо, все погано. Ну и в принципе, ты плюс-минус не ошибешься, в каком-то вопросе все равно же будет какой-то факап. И поэтому в этом плане во многих странах обострились внутриполитические разногласия между партиями в парламенте, между ведомствами, в правительстве, и много поразваливалось коалиции. Например, в Малайзии в феврале уже развалилась коалиция, в том числе из-за этих вопросов отношения к коронавирусу. В Израиле же добили коалицию вот в декабре, как раз вот, у них будут выборы в марте, четвертые уже последние два года. И тоже там очень серьезно эту коалицию расшатывали, именно по вопросу тоже отношения к коронавирусу. В Израиле же там отдельно была проблема, связана с ортодоксами, которые не хотели там закрываться на карантин и так далее. Поэтому, конечно, политическая поляризация в 2021 году продолжится. И два последних тренда. Первый – это эрозия глобального порядка, то, о чем мы говорили, что сейчас меняется полностью мировой порядок. Традиционные центры влияния, которые играли ключевую роль как архитекторы этого старого порядка, Штаты, Западная Европа, Россия, они теряют свое влияние, поднимаются новые и бросают вызов этой системе. Такие как Турция, Индия, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Эмираты и так далее, Польша. И последний тренд – это, конечно, ну, скажем так, разрушение старых опор архитектуры безопасности. Ну, потому что если у тебя меняется баланс сил, ну, соответственно, старая архитектура безопасности, которая строилась в Европе на НАТО и трансатлантической связке, в Евразии на доминирующем безусловном влиянии России на свою периферию, в Центральной Азии, на Кавказе и так далее, сегодня это уже не так. Да. Ни на Кавказе это не так после Нагорного Карабаха, ни в Центральной Азии, где они проиграли конкуренцию Китаю и так далее. Поэтому вот эта старая архитектура безопасности, она ломается и происходит определенные изменения. То есть в нее встраиваются новые игроки и появляются новые альянсы, там, коалиции, различные соглашения. То есть вот эта совокупность различных договоренностей, которые формируют обычно вот эту геополитические различные конструкции. Вот это пять трендов, которые я обозначил на глобальном уровне. Ну, по регионам можно там отдельно пройтись, если есть. Да, я думаю, что мы отдельно запишем для того, чтобы не слишком уходить. Поэтому давай вот на этом пока остановимся и следующий ролик запишем по регионам как раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА